До дня города остаются считанные дни. Активными темпами движется строительство новой сцены. Ее площадь 100 квадратных метров. В отличие от предшественницы, у этой будет крыша. Уже заложен фундамент, установлены металлические каркасы и основания. Дело осталось за малым. Весь материал уже находится здесь на площадке. Сейчас там работает около 10 человек. И день-два буквально, и сцена будет закончена. Ко дню города строительство подмостков должно быть завершено. Но конструктор гарантирует, сцена прослужит риутовчанам лет 30 как минимум и выдержит любую концертную программу. Впервые сцену проверят на прочность уже в эти выходные. 16 сентября она будет сотрясаться от танцевальных и звуковых вибраций. Именно здесь пройдет фестиваль музыки, на котором свои композиции исполняют такие группы, как Silent Papers, Mana Island и Rock'n'Lore. Если на сцене уже вот-вот можно будет выступать, то сценическое пространство только готовит к празднику. Например, 16 сентября появятся новые дорожки. Сейчас ходить по парковым дорожкам неудобно, можно увязнуть в грязи по самые щиколотки. Но в ближайшие дни строители должны уложить здесь несколько слоев щебня, песка и дробленой каменной крошки. И тогда попасть к сцене можно будет беспрепятственно. Уже второй год фабричный пруд становится арт-зоной на всех городских праздниках. В этом организаторы тоже будут удивлять. Кто любит танцевать, будет где развернуться. За внешний вид отвечает точка красоты. Для тех, кто предпочитает работать руками, мастер-классы утром тоже исключительно физическая нагрузка. В парке пройдет акция «Наш лес, посади свое дерево». В эту субботу сюда привезут более сотни саженцев. Нести полезный клад в озеленение парка и посадить дерево сможет любой желающий. На месте специалисты проведут мастер-класс по посадке. Здесь же и выдадут весь необходимый инвентарь – лопаты, перчатки и лейки. После дня города работы в парке будут продолжены. В благоустройстве озеленения еще нуждаются западный берег пруда и березовая аллея. Анна Егоршина, Алексей Золотарев, ДЛЕРТВ.